Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы опять на моём канале. Меня зовут Оксана. Сегодня я вас порадую ещё одним походом в магазин. Этот магазин называется Майклс. Их раньше у нас было два, Майклс и Арон Брадерс. И их владельцы это одна семья. Они были братья. Ну и вот теперь этот Арон Брадерс полностью закрылся, но ещё у нас есть Майклс. Мне здесь ничего не надо. Я пришла в этот магазин только для того, чтобы снять видео и показать вам. Это не художественный магазин в чистом смысле этого слова. Это магазин для рукоделия. Здесь есть по моим американским меркам небольшой художественный отдел. Но этот отдел не профессиональных товаров. Поэтому я здесь очень редко что-то покупаю. Вообще за последние годы этот магазин изменился. Раньше, наверное, половина магазина была для художников, а остальное было разное рукоделие. А теперь художественный отдел почти весь вытеснен, а также сжимается отдел для рукоделия. И все эти полки занимают сезонные товары. Это товары для украшения домов согласно праздникам, например, новогодние игрушки. Скоро будет Пасха и сейчас много пасхальных товаров. Единственное, что здесь эти праздники уже давно перестали быть религиозными. Это чисто коммерческие праздники с развлечением для детей. И мы сейчас зайдем в магазин и первое, что мы там увидим, это громадного зайчика. Зайчики обычно тут ассоциируются с Пасхой. Я не хочу, чтобы вода попала мне на телефон, поэтому дальше я буду показывать уже сразу в магазине. И вот это вход в магазин. Как только вы входите, перед вами сразу все эти прилавки. И вот он наш зайчик, вернее зайчище. Это яйца пластмассовые, куда можно положить конфеты и их прятать. Это тоже яйца. А вот это зеленое осталось еще от предыдущего праздника. У них здесь отмечается ирландский праздник Святого Патрика. Очень много искусственных цветов. Все это искусственное. Сейчас я пройду дальше и вы увидите кактусы. Кактусы вообще от настоящих не отличить. Эту съемку я делаю в День Святого Валентина, поэтому здесь везде отметки распродажи. Все на 40% дешевле. Ну это понятно, что они завлекают людей, чтобы было выгоднее покупать у них, а не в интернете. Сейчас в Америке это большая проблема, что интернетовские магазины буквально выживают обыкновенные магазины. Я, честно говоря, думаю, что этот Майклс долго тоже не протянет. Дело в том, что я помню этот магазин раньше, например, 5 лет назад. Он всегда был полон народа. Сюда заходишь, и людей было не пробиться, и надо было иногда в очереди стоять по 15 минут. А сейчас, как вы видите, в принципе, почти никого в магазине нет. Это еще один отдел украшений для Пасхи. Все, что сейчас вы видите розовенькое, нежно-голубое, это все для Пасхи. И опять цветы. И сейчас я вам покажу, сколько, например, стоит вот этот цветок. Они сейчас специально так печатают цены, чтобы их было плохо видно. Их надо искать. И вот, как вы видите, этот цветок стоит 16 долларов. Но сегодня все эти цветы на 40% дешевле. А вот и художественный отдел. И именно эта секция, где продается бумага. Здесь кажется, что такие симпатичные альбомы, но на самом деле это все слабого качества. Естественно, для детей в школу все это подойдет. Но для художника, который знает толк в хороших материалах, это, конечно, материал слабый. А это нарезанная бумага в небольшом формате фирмы B. И я обратила на нее внимание, потому что у меня есть неплохого качества акварельный альбом именно этой фирмы. И мне просто интересно, это та же бумага, которая у меня в альбоме или нет. А это альбом для пастели. Сейчас посмотрим, что здесь внутри. Обычно первые несколько листов для угля. А дальше уже идут листы для пастели. Ну, конечно, на этих первых листах тоже можно рисовать пастелью. Но чаще всего пастелью работают на тонированной бумаге. Я пастелью уже очень давно не рисовала. Но когда я пробовала, то я пробовала этот альбом. И он мне не понравился. Первый слой пастели был еще ничего. Но если вам нужно делать второй слой, а потом еще и смешивать эти оттенки, то эта бумага уже плохо себя вела. А вот сейчас я вам покажу этот громадный альбом для акварели. Красивая бумага и на ощупь приятная. Но поверьте мне, я уже все это перепробовала. На этой бумаге работать очень тяжело. Прозрачной акварелью тяжело. Но гуашь к ней прилипает очень хорошо. И гуашевые картины на ней будут прекрасно выглядеть. Цены нет. Так что не знаю, сколько тот альбом стоил. А вот этот альбом стоит 17 долларов. И это для маркеров. Торговато, правда? 17 долларов за такой альбом. И вот я сейчас покажу бумагу. Ну вот, я уже бумагу оторвала. Не желая того, я только дотронулась и бумага уже оторвалась. Ну, с другой стороны, может так и надо. Наверное, они хотят, чтобы этот альбом легко разбирался. Для того, чтобы рисовать фломастерами. Фирма Кенсен здесь считается более низкого уровня бумага. А это фирма Стэнмо. Она еще хуже, но она и дешевле. Вы видите, тут цены уже 4,99, 7,99. И это объявление говорит, что если купите один альбом, то второй будет в полцены. А вот эта бумага интересная, это тоже фирма Стэнмо, называется канвасная бумага. Это синтетическая бумага, сделана под холст. Но есть хорошие бренды, там где прямо настоящий тонированный холст в альбоме. И это очень удобно для этюдов, особенно для тех, кто работает акрилом. В Америке акрил любят больше, чем масло и больше, чем акварель. А этот альбом 12,99 для угля. Это тоже альбом для угля, но чуть меньшего размера. В принципе, эта бумага неплохая. Опять же, фирма дешевая, и у них такая идентификация альбомы желтого цвета, это самого низкого качества. Потом идет зеленого цвета, а потом идет коричневого. Но дело в том, что даже те коричневые альбомы, они не могут сравниться с хорошими брендами. Основная клиентура этого магазина – учителя. И здесь тоже для учителей делают хорошие скидки. Они также присылают каждую неделю купон на 50% на одну какую-то единицу. И обычно, если человеку надо что-то дорогое, то вы приходите с этим купоном на 50%, а потом вам еще дают скидку за то, что вы учитель, то получаются неплохие покупки. Конечно же, здесь много фломастеров. Это самый любимый материал всех детей, наверное. Что-то они у меня все падают, но это не моя вина. Это они их так положили. А вот здесь есть альбомчик, чтобы эти фломастеры можно было попробовать. И это мне в Америке очень нравится, что перед тем, как ты что-то покупаешь, ты всегда можешь попробовать. Даже коробки, которые запечатанные, вы можете купить, попробовать, вам не понравилось, и вы их тут же можете сдать. Они дают две недели на то, чтобы сдать продукцию, которая вам не нравится. И это не важно, что коробка была упакованная, не упакованная. Тот маркер, который я попробовала, очень серьезно пах спиртом. А карандаши у них неплохие. Призма Калла и Винза Ньютон. Это два очень хороших бренда. Кроме того, что у них хороший яркий цвет, но еще грифель в этих карандашах не трескается при зачистке. Сейчас я отойду и покажу вам общий вид этих полок. И вот вы видите, дети этими карандашами разрисовали все эти полки. А с другой стороны, нарезанная акварельная бумага. Но эта вся бумага, опять, не того качества, на который я бы лично хотела потратиться. Но и цены тоже, вы видите, 3,99, 5,79. Вы помните, в прошлом видео я вам показывала магазин, в котором была хорошая бумага, и там листы были по 12 долларов. То эти листы, конечно, дешевле. А сейчас я вам покажу очень маленький отдел по работе с кожей. Раньше этот отдел был громадный. У них было столько выборов кожи и всего, что к этому надо, чтобы что-нибудь порядочное сделать. Вон, какие-то кожаные шнурки. Это не лапти продают. Это продают набор, из которого можно сделать лапти. Мы постепенно приближаемся к отделу красок. Мне почему-то кажется, что это будет самое более интересное. Посмотреть, какие же краски здесь. И вон, девочка тянется за красным акрилом. Я ей, кстати, помогла его достать. Вот здесь есть черные холсты. Black canvases по-английски. И объявление. Купишь одну упаковку, вторая бесплатно. В упаковке два холста. И здесь же лежат черные досточки или панели. А вот и появился акрил. Вы видите цену? 3,99 за такой большой тюбик. Вот эта фирма чуть получше. Фирма Basic. Это два тюбика за 8 долларов. А если покупаете по одному, то 4,99. Для того, чтобы именно рисовать пейзажи, портреты, то этот акрил не сильно подходит. А для таких более детских работ или заливок, этот акрил можно использовать. Ну и теперь идут кисточки. Кисточки вы тоже видите цену 2,99. Вот с этой стороны 3,99. Это самая дешевая синтетика, которую можно найти. Для чего эти кисточки хорошие? Например, мне как-то заказали картину маслом. И мне не хотелось тратиться на дорогие материалы. Я вот пришла в этот магазин, купила 10 этих кисточек. И за несколько недель их все полностью израсходовала и потом выбросила. Вот для таких целей эти кисточки подходят очень хорошо. Это фирма Грэмбаке. Этот акрил немножечко получше. Я хочу закончить свою мысль о дешевых кисточках. Когда вы их покупаете, когда они новые, то они работают очень хорошо. Когда вы пользуетесь краской первый раз, второй, третий, ну где-то на десятый раз, они уже никуда не годятся. Внутри весь этот волос забивается, это все растопыривается. И краска не хочет с этой кисточки слазить. Но это я говорю о масле, об акриле и о гуаше. Если пользоваться этими кисточками акварелью, то они продержатся где-то полгода. А потом они начинают расслаиваться. И эта железячка на этой деревяшке начинает раскачиваться, постепенно выпадать, начинает волос выпадать. В принципе, через полгода вы их выбрасываете и покупаете новые. И для того, чтобы хоть иногда в этот магазин заходили такие люди, как я, у них есть один-два хороших бренда. Вот как, например, Golden. Это очень хороший бренд акрила. И цена, как вы видите, была 12 долларов, 10 долларов. То есть уже цена приличная. А это я повернулась на 180 градусов. И здесь висит масло. Есть Винза-Ньютон. Причем два типа Винза-Ньютона. Профессиональные и непрофессиональные. Есть, конечно же, Джорджиан. Джорджиан это самое дешевое масло. И здесь оно считается одним из таких самого более низкого уровня. Вот это за стеклом. Это Винза-Ньютон акварель. А с этой стороны Котмен. Я думаю, что они за стеклом, потому что Винза-Ньютон платит больше денег. Для того, чтобы этот товар был за стеклом. Как вы видите, цены на хорошие бренды высокие и здесь. И нет никаких объявлений о никакой акции, о никакой распродаже. Так что, в принципе, покупать хороший акварель здесь или ехать в художественный магазин, разницы нет. Просто что в этом магазине нет выбора. Вот есть Винза-Ньютон. И это хороший бренд. Это один из лучших брендов. И больше никакого выбора нет. А это тушь. И вы видите, какие красивые цвета. И это, кстати, тоже хороший бренд. Это Liquitex. Liquitex производит очень хороший акрил и очень хорошую тушь. Но я обычно покупаю тушь фирмы FX. Но это только из-за того, что я кого-то знаю, кто много работает тушью. И они мне порекомендовали бренд FX. Поэтому я этим и пользуюсь. Но не потому, что у меня есть какое-то предпочтение. Сразу же после книжек начинаются холсты. И холсты у них тоже идут по цвету. Самое слабое качество это голубой цвет. Потом идет красный. А потом идет зеленый. Зеленый уже считается профессиональной холсты. Но опять же, в этом магазине вот этот профессиональный бренд, он хуже, чем профессиональные бренды в художественных магазинах. Все эти холсты на вид ничего красивые, упакованные. Но когда вы начинаете работать на них маслом, то вы сразу понимаете, в чем здесь дело. Во-первых, они краску съедают. Она туда впитывается. И если это панель, то она пропитывается этим жиром. Начинает прогинаться. На ней вообще невозможно работать. На холсте еще хоть как-то. Но проблема в том еще, что эти холсты, они очень тонкие. И несколько раз у меня было, что я холст продавила кисточкой. В Америке самой лучшей фирмой, которая производит холсты, считается фирма Masterpiece. И у них эти холсты пронумерованы для портретов, для ландшафтов, для еще чего-то. И они объясняют, почему. Это зависит от того, какое покрытие на этом холсте. Я имею в виду, какой грунт на этом холсте. А также, какое зерно. Бывает холст очень зернистый. И считается, что это самый лучший холст для портрета. Но бывает холст и очень гладкий, почти как бумага. А вот здесь я еще нашла художественные материалы. Кисточки, краски. Но это все совсем дешевое. И именно этим брендом владеет этот магазин. Кстати, цена за год поднялась на 2 доллара. Раньше все это было по 3 доллара. Все эти красивые упаковки, но это очень плохого качества материал. Это покупаешь, пробуешь и выбрасываешь. И почему я говорю выбрасываешь, а не сдаешь обратно? Потому что, видите, какие громадные упаковки. Покупаешь заранее, думаешь, так, где-то там через 2 месяца мне понадобятся вот эти карандаши, например. А через 2 месяца уже поздно. А пользоваться ими потом невозможно. Подстружить этот карандаш невозможно, ломается грифель. А вот еще один живописный ряд. Искусственные цветы. Чего-чего от искусственных цветов здесь очень много. Когда-то очень давно, до приезда в Америку, я занималась изготовлением искусственных цветов. Я даже разработала свои технологии, заказывала свои инструменты и преподавала курсы. А еще написала книгу, которую мы сам издатом издали и сами продавали. И эта книга очень хорошо продавалась. И вот я приехала сюда, в Америку, привезла свои инструменты, привезла свою рукопись. Думала, что здесь этим займусь. А здесь это никому не надо, потому что есть вот такие магазины. А тогда и было еще больше с такими цветами. И сейчас я вам покажу цену на этот цветочек. Вот, посмотрите. Так, цена тут тоже замаскирована. Ее найти надо. Вот эта цена. И вы видите, это 9 долларов. Вот этот один цветочек, 9 долларов. Плюс еще 1 доллар налога. И получается, за этот цветочек 10 долларов. Сегодня на него дают скидку 40%. Ну вот этот цветочек будет 6 долларов. Чтобы этот цветочек сделать вручную, вот такого качества, понадобится где-то 1,5 часа. По крайней мере, моими технологиями. Это за 1,5 часа 6 долларов или 10 долларов. Плюс еще ведь материал. Это получается не деньги. И вот такая ситуация. Отдать деньги за этот цветок вот сейчас, это прилично. Например, если я куплю 3 цветочка, это уже 30 долларов. Если нет продажи, то это приличные деньги. А когда его сделать, то это совсем не деньги для того, чтобы прожить. И выходит, что нет спроса на это, нет никакой выгоды. Потом еще и здесь я пыталась вести курсы по изготовлению цветов. И вот такой парадокс. Спрос есть, желающие есть. Но дорого. Потому что если на курсы записывается, скажем, 15 человек, их надо всех обеспечить инструментом. Ну, естественно, ожидая, что они тебе за этот инструмент заплатят. И я пошла заказывать инструмент, и это оказалась такая громадная цена. Там такие специальные бульки нужны. И их надо хотя бы 6 штук. Плюс специальные ножи, и потом еще специальные вытяжки для стебельков, чтобы стебельки вытягивать в трубочке. И вот каждый этот инструмент стоил бы 50 долларов. И в целом весь набор выходил около 500-600 долларов. Плюс еще цена за курсы, за другие материалы. Ну, кто за такие деньги пойдет чем-то заниматься? Конечно же, никто. Так что все мои цветочные начинания на этом и остановились. Пока я разговаривала, я надеюсь, что вы разобрались с этим отделом. Это отдел для трафаретов. Там были разные узоры трафаретные. Вся эта краска для трафаретов. Потом кисточки, чтобы их набивать. Всякие валики, ролики. Это мечта всех дизайнеров, учителей и других людей, которые любят разные рукоделия. Сейчас мы еще зайдем в отдел вязания. Там вообще глаза разбегаются. Иногда в кадр попадают шкафы с решеткой. И там за решеткой краска во флаконах. И для того, чтобы эту краску дети не воровали, а потом не расписывали заборы, то магазин обычно закрывает эту краску за решеткой. Только взрослый человек может купить. В этом отделе продаются некоторые вещи для вырезания по дереву, а также для выжигания по дереву. И здесь также есть заготовки всяких рамок для картин, буквы. Но все это, естественно, надо дорабатывать. Все эти буквы уже покрыли праймером, а дальше вы уже сами либо золотом красть, либо еще чем-нибудь. Вот эти рамки для зеркала и рамки для картин. А это круглые магнитики. Вот теперь начинается отдел вязания. Пряжа есть разная. Есть и чисто синтетическая, но есть и смесь. Есть смесь 80 на 20, и есть 50 на 50, и есть 20 на 80, и есть чистая шерсть, и есть чистая ангора. В принципе, человек может выбрать, кто этим интересуется. Вопрос только в цене. В этом магазине самая дешевая синтетическая пряжа стоит 3,99 за один рулон. И сегодня еще распродажа на 50%. А дальше, по мере увеличения натурального волокна в пряже, цена будет увеличиваться. И, например, натуральная шерсть может быть 15 долларов за рулон. Ангора чистая может быть еще дороже. Если это альпака, так они могут быть и по 100 долларов за один рулон. Альпака вообще самая дорогая пряжа. Я уже вязанием не занималась давно, поэтому я сильно не помню, сколько пряжи на что надо. Но вязаная вручную шапка альпака стоит 200 долларов. И вот представьте, сколько на шапку надо пряжи. Наверное, один рулон. Американцы очень любят вязать, и вяжущих женщин вы можете встретить везде. В очереди у врача, где-нибудь в ресторане, где-нибудь в парке. И вяжут они как-то очень странно, совершенно не так, как мы. Я за 22 года так и не смогла освоить их стиль вязания. В этом магазине 3 вот таких ряда с этой пряжей. Конечно, здесь тоже разбегаются глаза. И если ты человек, который любит вязать, то отсюда очень тяжело уйти. А если ты человек, который не умеет вязать, то обязательно захочешь научиться вязать, когда сюда попадаешь. Я не понимаю, как я смогла это видео сжать в 24 минуты, потому что, когда я снимала это видео в этом магазине, я здесь пробыла полтора часа. Пока у меня еще есть несколько минут, я хочу вам рассказать, чем я буду заниматься на следующей неделе. На следующей неделе у нас каникулы. Я иду с группой других акварелистов на этюды на целых 4 дня. 4 дня мы будем беспросветно с 9 утра до 4 вечера каждый день рисовать разные этюды. Возможно, я в эти дни буду помещать видео в сыром виде, что значит необработанные, не просмотренные, звук не записанный. И я не знаю, понравится ли вам такой формат этого видео. Конечно, мне бы хотелось с вами поделиться тем, что там будет происходить в этот же день, а не потом через неделю или через две. И для этого пленара мы встречаемся напротив музея на всякий случай, если пойдет дождь. И если пойдет дождь, то мы тогда будем рисовать внутри музея экспонаты, которые там есть, или копировать какие-то картины. Это я сейчас в детском отделе, и это все краска для маленьких детей. А вот в этом ряду очень много разной интересной бумаги. Здесь есть древесная бумага, в прямом смысле слова, тонко стесанное дерево. Есть бумага из шкурок лука. Есть какая-то другая овощная бумага. В общем, этот отдел тоже очень интересный. А с этой стороны эта же бумага, только в рулонах. И там была цена за один лист 79 центов. Очень даже дешевая цена. Ну что же, мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравилось путешествие в этот магазин. И что я вас не сильно укачала своей съемкой. Всего вам хорошего. Удачи в вашем творчестве. До свидания. Возвращайтесь на мой канал. Продолжение следует...